Здравствуйте, друзья! На библейский портал Экзегет поступил следующий вопрос. Могу ли я причащаться, если прервала контакт с некоторыми людьми? «Зла к ним не испытываю, а скорее страх психологического насилия». Спасибо, мир всем! Знаете, множество людей испытывают то, что чувствуете вы, и недумевают, как быть. Вроде мы должны быть в мире со всеми, как говорит спаситель. «Потому узнают, что вы мои ученики, что мир и любовь имеете между собой». А ты ж чувствуешь такую неприязнь к потерпевшему, что кушать не можете. Помните фильм известный «Мимено»? И не можете вкушать самую главную еду, тело и кровь Господа нашего Иисуса Христа, потому что совесть неспокойна. А совесть бывает неспокойна, совершенно зазря, между прочим. Когда ты испытываешь совершенно лишнее, ненужное чувство вины. Я сейчас использую такую же набившую оскомину, и, может быть, не очень приемлемый для православного портала термин «токсичные отношения». Но на самом деле бывает с многими людьми у нас отношения именно такие. Людьми, которые хотят тобой манипулировать, которые постоянно вызывают у тебя чувство вины, потому что хотят у тебя что-то получить, а когда не получают, сразу начинают шантажировать. Сначала с улыбкой. «Сделай, доченька, то-то и то-то». Ты понимаешь, что это вообще противоречит твоим нравственным, моральным принципам. Ты вообще не этому научена. Особенность, допустим, аборт предлагают сделать. «Ну куда же вам еще? Вы еще молодые, вам еще учиться, вам еще ипотеку выплачивать. Куда вам там сейчас детей? Нельзя вам? Давай, давай, давай. Мы даже тебе денег дадим». А ты говоришь, ну, ну, нет, знаете, это мой жизненный кредо. Я жизнь ребенка прерывать не буду. «Ах ты, так!» А вы, знаете, даже собственные родители призывают к этому. «А я тебя в муках рожала, а я на тебя так рассчитывала. Вот, а я проплатил это обучение в престижном вузе. Вот, ты ни что, меня не ценишь. Ты мне больше не дочь». Обычно матери больше уговаривают детей сделать аборт, нежели мужья. Хотя бывают и отцы тоже. И ты думаешь, да что, как же я могу мир сохранить с ними? Да, ну, наверное, надо послушаться. Потому что они же на меня обиделись. Они же ругаются. Посмотри, какая ярость какая в их глазах. Это же я виновата. Ну, послушаюсь. Я взял такой, самый яркий пример. Есть проблемы и примеры попроще, но приблизительно, которые идут по той же манипулятивной программе. Слово в слово практически. Кого-то там еще и с отборной бранью, со слезами, с хватанием за сердце, с проклятиями даже. И вот приходится бедным детям или невесткам жить вот в такой тяжелой психологической ситуации. И становится вопрос, конечно, а что теперь не причащаться, когда вот мне на сердце больно и тяжело, у меня обида смертельная. Когда они на меня рассержены, страшно, ужасно. Что же теперь делать? Так вот, всем тем, кто оказался в таких непростых обстоятельствах, кого принуждают к тому, чтобы выполнить их волю не свою, я призываю причащаться чаще, исповедоваться чаще, для того, чтобы, во-первых, получить силу преодолеть все эти искушения, то есть не пустить в сердце свою злобу и ненависть на этих близких родственников часто навсегда, для того, чтобы Господь покрыл своей благодатью, вот твоё копьями родственной любви, в кавычках, стрелами, чтобы исцелил его, щитом благочестия и праведности укрепил. А это чтобы ты дальше могла вот твёрдо, тактично, вежливо, но стойко противостоять всем тем манипуляциям, которое призывает тебя к каким-то несвойственным для тебя поступкам. Конечно, смотрите, в некоторых ситуациях можно и нужно уступить, ведь принцип вообще общения православных христиан друг с другом в главном единство, в мелочах разнообразие и во всём любовь. Если ты стоишь во всём, как столб, во всех вопросах, в мелких, крупных, в мелочах, будет, по-моему, и никак, но, может быть, стоит всё-таки в чём-то уступить, снисходительно отнестись к мнениям людей, которые старше тебя, которые, может, даже и умнее тебя, представьте себе, бывает и такое, которые просто хотят, чтобы было по-ихнему, потому что так они к этому привыкли. Здесь не идёт речь, повторюсь, об абортах или о переезде, или ещё о чём-нибудь. То есть в чём-то уступаем. Необходимо всё-таки баланс положительных и отрицательных ответов на просьбы, которые к вам летят ежедневно, сохранять. Так что желаю вам сохранить мир и любовь между мужем, свекровью, женой отца и со всеми вашими родственниками. И стойко держать оборону, если вас хотят всё-таки сделать не дочерью, а рабыней. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры создавал DimaTorzok